Всем привет, это Кирп5 и мы играем в The Witness. Я покажу некоторую секреточку в самом начале игры, которую наверняка многие пропустили при первом прохождении своём. Во-первых, игра строится на подобных головоломках, о том, что надо провести путь от кружочка к концу пути, и по ходу игры это задание всё усложняется, новые правила добавляются и так далее. То есть всё действительно сложнее. Очень часто решение зависит от местности, то есть разгадки находятся в местности, в деревьях, ещё в чём-нибудь. И так, вот в самом начале игры как раз-таки тут можно увидеть, что на самой местности также можно находить некоторые подобные формы и как бы проводить по ним. Их тут очень много на карте разбросано, да, то есть чтобы увидеть, да, вот видите, что-то такое похоже, да, надо встать в определённое место, в определённой перспективе, да, например, так ничего не работает, вообще ничего. Но если совместить, вот, то есть доделать кружочек правильно, да, то есть вы видите, то есть можно провести вот так вот, допустим, и это заработает. Как я уже сказал, на карте полно таких головоломок, но не головоломок, а секреток, так сказать, мини-секреток разбросано, то есть они повсюду, везде валяются. Так, вот тут дверь, ну, например, я просто так, допустим, открою одну ячейку, да, то есть... Так, окей, ты осложнее немного. Так, последняя, по идее. Вот так вот. Да, то есть это у нас, как бы, обучающая локация, надо открыть три вот таких вот блокиратора, провести там путь, да, то есть я не могу сейчас провести путь, потому что мне мешаются блокираторы. И тогда ворота откроются, решетка снимется, но прежде чем это делать, обязательно, прежде чем открывать ворот, то есть можно, в принципе, снять все блокираторы, но не снимать решетку. Иначе у вас ничего не получится, да, то есть вот тут есть такой столб света. Надо совместить его так, чтобы его конец заходил чуть-чуть на солнце, то есть, опять-таки, так, ничего не работает, чуть-чуть пройдем вверх, вот, как-то так, и заработало. Опять же скажу, что... Так, вот, включили, появился коридор такой, такой коридорчик. Так, если вы снимете решетку, то лампа погаснет, и вы уже не сможете сюда вернуться, то есть, наверняка, все, кто в первый раз проходил, это пропустил, ну, как все, я, например, впервые-то, я реально, к своему удивлению, я нашел эту, это, эту секретку. Так, 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 субтитры. Так, так, настройки изменились чуть-чуть. Окей, в связи с обновлением настройки изменились немного. Где символ компании? Насколько понимаете, что-то типа офиса компаний такого, игрового... Тут черновики валяются, которые наверняка где-нибудь потом понадобятся в игре, для решения какой-нибудь головоломки. Вот так. Нет, это тут зарисовки мест игры. Которые немного не так выглядят, как на самом деле они есть. Мы видим это ранние эскизы. Так, тут еще один аудиознамик. Тут интересно, тут как бы такая хренатень. Лиджейская, я не уверен как она называется. И тут как бы она должна быть такая же, но одна вырвана, и она тут на экранчике вот тут лежит в пещере. То есть, возможно, это что-то дозначит, но... Да, скорее всего, это что-то дозначит. Потому что в этой игре просто так ничего и нету. Тут еще эскизы. Так. Дверь какая-то. Так вот. Барная стойка. Еще тут один аудиознамик. И вот мы видим весь мир сверху. То есть, мы сейчас где-то над замком находимся. Дэвид Флетчер, Николас Райт. Отсюда же можно уже еще одну такую мини-секреточку сделать. И вот она летит. Типа обелиск. Таких обелисков несколько стоит на острове, и каждому из них привязаны свои вот такие вот загадки с местностью. Связаные. Еще один аудиторийник. Еще один аудиторийник. Можно на острове посмотреть с такого ракурса. Возможно, тут есть еще какие-то секретки, которые я сейчас не вижу. Вот таун, она заблокирована. Ее надо починить там секции. Но пока что ничего не вижу. Так, теперь мы входим в пещеру. Тут какая-то зона отдыха, типа. Шезлонги лежат. Еще один аудиторийник. Тут пещеру видно. То есть, видимо, это будущая локация, в которую мы придем в самой игре. Но тут на нее тоже можно краем глаза посмотреть. И, наверное, из той локации, да, когда мы пойдем в игру. Мы тоже будем это видеть место. И, возможно, кому-то очень было интересно, что это за место. Ну, так вот. Это секретная локация, которая только в начале игры можно открыть. Тут вот как раз таки, вон там установка, которую мы, видимо, видели в офисе. Но тут еще одна. Такая же. То есть, хрен его знает, чего это. Да. Ну, это опять-таки мы придем туда, скорее всего, в основной игре. Так. Аудиодневник еще один. Тут винные данилища. Винные полки. Возможно, расположение вин тоже как-то поможет какую-нибудь головоломку решить. Потому что тут, как уже говорили, разработчики тут есть эти головоломки, которые, возможно, никто так не решит. Так что, наверное, тут на каждом шагу что-то есть. Кстати говоря, мы уже в другом месте. Я сейчас возьму один дневник. То есть, мы были вон там, только что, откуда мы вышли. Мы были над замком. Где-то там. В общем, вот там мы были в том конце острова. Теперь мы уже над океаном, собственно говоря, в совсем другом конце острова. Лиам О'Брайан. Саунд-инженер. Аллен Фридмен. ЦАС. Да, вот так. Можно посмотреть на все. Тут еще одна длиннющая барная стойка. Но тут ничего нет. Вот это очень странно тут расположено, на самом деле. Возможно, тоже как-то пригодится. Вот эти вот столики над ними. Эти штучки. Тут лежит еще один дневник. Наверное, сначала возьмем этот. Потому что он покороче. Профор стараться прослушать. А этот он подлиннее. И мы его просто возьмем слушать и пойдем дальше. А тут, кстати говоря, еще экраны какие-то. Которые не работают. Там можно какая-то. Возможно, кстати говоря, если бы мы, допустим, какие-то определенные секции открыли блокировки в самом начале игры, где были ворота, нам бы дали что-нибудь другое. То есть, возможно, тут добавилось бы что-нибудь. А если бы мы в то окно видели, как бы что мы примерно над пустыней находимся, теперь мы еще выше поднялись. И отсюда вообще можно весь остров увидеть. Сверху. Ну, я чуть не вижу тут никаких завязок на местности. Хотя вот так чем-то напоминает. Ну ладно. Дальше идем и повсюду вот эти символы компании. Так, да. И дальше идет коридорчик такой. Темный-темный коридор. Так, тут можно посмотреть. Типа у терминальчика на комнату темную. То есть, это типа фотоофиса. Кхм-кхм. Так. И тут нам предлагают тоже посмотреть, но можно включить свет, типа. Вот он. И как вы можете заметить тут, мужик какой-то лежит под простыней. Возможно, мертвый. С капельницей. Да, и то есть, это одна и та же комната просто как бы с разных сторон. Вот мы включили там свет. Теперь отсюда тоже можно нормально посмотреть на все. Вот так вот. Идем дальше. О, дальше тут начинается наркомания. О, дальше здесь сейчас. О, дальше здесь. О, дальше здесь. Тор sauces. Здесь королевые. Дурья. Игорь. Иге. О, дальше здесь. Всеволод второй и�� главный у Thousand and the Last意 Talent. И это, собственно говоря, ролик начался. Я не могу не пропустить его ничего, то есть это всё, это идёт и идёт, я не могу не взаимодействовать ни с чем. То есть, как вы возможно уже поняли, мы видим от лица того мужика, того человека, который лежал на диване на фотках. Я не могу не пропустить его. Я не могу не пропустить его. Подтенек, кстати, было видно, что у неё на голове камера прикреплена. Тут, видимо, рабочее место разработчиков. Ёлочка стоит. Ушка, видимо, ноги затёкшие. Кто знает, хотя чё мы накреплено здесь решали. Ушка, видимо, ноги затёкшие. Продолжение следует... 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 это конечно это все можно включить опять и по новой пройти но в общем то просто зачем чтобы показать что все-таки засчитала не просто сбросилась можно пробежаться сейчас по быстренькому кобелиску а также показать что это просто все исчезнет если мы включим то есть если мы откроем ворота отключим на эту решетку энергетическую как тут идти-то тут надо вниз все по идее все открылось но как бы она работает да мы можем опять то есть провести чтобы она включилась включился коридор чтобы но просто произвели ничего нового не произойдет я пробовал потому что сначала первый раз проходил игру я подумал что мол у меня просто игра вылетела ничего все похерилась ну вот кстати города погасла то есть уже это не работает как вообще никак и собственно говоря можно приближаться обелиск тут в принципе не так уж и далеко которому принадлежала эта головонка но в общем то мы то есть видите ничего не происходит то есть нет окей произошло ладно это странно то есть мы ее как бы уже активировали сверху пока были в секретке но она сбросилась видимо если ты что-то из секретки активирую что это не засчитывается будем стать значит в принципе все клетки ничего не может быть интересно да вот тут то есть видите формы которые нужно находить в пейзажах и сама первая форма тут как раз таки труба из которой мы вышли вот это я сейчас открыл вот только что а вот это собственно то то солнце и дверь который так провел то есть она засчиталась все хорошо а если бы если бы вы это пропустили сам начале игры прошли бы то есть открыли поворот и прошли эта херня бы уже отключилась и вы никогда бы не смогли по идее даже без читов то есть без читов сюда добавить вот к этому обелиску головоломку я понятия не имею что делать и близко но я их насчитал три на острове может быть их больше тут еще один аудио дневник your question is the most difficult опять отключились субтитры что удивительно it is not a question i can answer simply with yes or no i am not an atheist i do not know if i can define myself as a pantheist the problem involved is too vast for our limited minds may i not reply with a parable the human mind no matter how highly trained the human mind cannot grasp the universe we are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages the child knows someone must have written those books does not know how does not understand the languages in which they are written the child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn't know what that is that it seems to me it's the attitude of the most intelligent human toward god альберт айнстейн 1930 да и в мире полно аудиодневников также валяется с различными высказываниями известных людей вот так вот такая вот игра такая секретка надеюсь это видео помогло вам да возможно вы как раз таки искали последний элемент на обелиске и сейчас вы узнаете что пропустили в самом начале и теперь вам придется перепроходить всю игру если вы хотите открыть обелиск либо наверняка есть какие-нибудь читы которые снова включат обелиск и да и вот так все нормально будет ну что ж на этом конец видео всем спасибо за просмотр и кстати говоря в отражении палочка белая не черная возможно это тоже на что-то повлияет ладно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь с вами был кирпять всем пока